Сейчас тряпку принесу. Ну ладно, давайте пока тряпку. Помним, чем мы занимаемся. Мы с вами начали изучать систему ВОИНСА. Ну это вот такая система, в которой возможно образование динамического, иногда говорим, динамированного хаоса. Мы получили уравнение ВОИНСА, ну вот в такой простой модельке, там из таких полуфизических соображений. Значит, когда там имеется трубка, которая подогревается снизу. Ну и сказали, что в такой же тип уравнения, получается, например, если мы рассматриваем, там с подогрев снизу, некое сосудо такого, ну такой у нас, полочки наполненные жидкостью, даже не полочки, а чашечкой, где возможно возникновение чей-вебинара. И в других системах, например, вот, у нас есть. Спасибо. Например, вазим. То есть система довольно общая. В принципе, можно с помощью нее еще кое-что описать. Ну и давайте мы запишем сами выравнения Оринса в том виде, в котором у нас уже записано первоначально. Значит, X с точкой равно Сигма Y и X, значит, Y с точкой это R, X, минус Y, минус X, Z, Z с точкой равно Y, Z, плюс Y, значит, напомню смысл обозначений. X это, по сути дела, скорость, угловая скорость, когда она рассматривает такую трубочку замкнутую. Дальше Y и Z это коэффициенты при первых членах ряда Фурьер. То есть мы разложили там температуру в ряд Фурьер. Вот, значит, при синусе и косинусе, значит, при первых гармониках, возникли, ну там, коэффициенты X и Y, ну а тут они немножко намерены. Дальше, Сигма R и B это постоянные, значит, Сигма у нас больше нуля, R больше нуля, B больше единицы. Ну вот, для нас наиболее важна постоянная R, которая характеризует, значит, возникновение конвекции в системе, да, то есть R, вот, в частности, там, это отношение числа релея к критическому числу релея, да, вот при критическом числе релея, R, C, возникают в жидкости конвективные течения, да, вот. Т.е. если R равно единице, то, значит, вот в системе начинается конвекция, и после чего возникают вот такого сорта всякие интересные вещи, какие-то черт бинара там и хаоса. Ну и мы начали анализировать там какие-то вещи, про которые мы можем сказать, не решая эту систему численно. Т.е. эта система довольно сложная, конечно же, ее надо численно решать, она хорошо решается на компьютере, можете даже в интернете найти там всякие программки для решения этой системы. Даже ролики есть о решениях этой системы на YouTube, например. Ну, мы с вами начали аналитически анализировать и остановились на том, что, я знаю, вот, собираемся доказать, что в системе существуют такие области, в которых, то есть, в которые возможно только вхождение фазовых траекторий, да, а, значит, из них фазовые траектории выходить не могут, а могут только входить. Ну и после вот такого преобразования, c равно r-w, замены переменных, мы преобразовали эту систему и свели ее к следующему выражению, то есть, получили из этой системы следующее выражение, значит, это x квадрат деленное на σ плюс y квадрат и плюс w квадрат и пополам, это d5, да, равно, значит, минус x минус y в квадрате, минус 3 в квадрате, и плюс в квадрате. И плюс в квадрате и плюс в квадрате Ну и давайте анализировать это выражение. Рассмотрим правую часть, то, что здесь происходит, и рассмотрим область G, в которой эта правая часть меньше либо равна 0. Значит, если теперь отвлечься от этой производной, то рассмотреть это неравенство отдельно, там множить на минус единицы, то тут появляются плюсы. Вот эта переносица, член без переменных, переносица в правую часть, и неравенство у нас, так, извиняюсь, наоборот, там неравенство, больше либо равно 0. Да, больше либо равно 0. То есть, O, G, это больше либо равно 0. А здесь меньше либо равно 0. Получается вот так. То есть, O, G, получается вот такое. Там больше либо равно 0. Неравенство не справится. Значит, ну что это за область? Очевидно, что это некий эллипсоид, да? Некий эллипсоид, ну там со смещенным центром где-то. Ну и там, ну давай, вот он. Дальше. Но, знаете, мы можем теперь рассмотреть еще один эллипсоид, да? Вот если мы рассмотрим вот это слагаемое перед производной, да? То есть вот скобочек, да? И приравняем это какой-то константе С, мы получим еще один эллипсоид. И мы можем выбрать константу С таким образом, чтобы, ну давайте этот эллипсоид назовем С, да? Вот внутренность этого эллипсоида. Вот область ограниченная эллипсоидом. Это С вместе с границей. Вот. И мы можем константу С выбрать таким образом, чтобы вот этот вот эллипсоид С включал в себя эллипсоид G. С помощью выбора константы, если мы ее возьмем достаточно большое, то получим большой эллипсоид, и он будет включать в себя маленький эллипсоид. Ну, значит, на границе эллипсоида, мы получаем цена. Вот. Но если теперь, если теперь, значит, да, то есть еще важный момент я упустил здесь, вот когда про G говорим, значит, очевидно, что в области G, в области G, у нас все потоки идут из этой области наружу. Почему? Потому что в области G вот эта вот производная, значит, больше либо равна нулю. Да? Ну, вот так область G выбираем. Значит, вот потоки, то есть вот эта производная увеличивается вне области G. Вне области G. Так. Так. Увеличивается. Нет. Уменьшается, наоборот. То есть это вот в области G она увеличивается, а вне области G уменьшается. 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 Вот. То есть вот здесь вот она, значит, ну то есть вот все потоки вот здесь вот идут в область G. Уменьшается. 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 Ну, а тогда мы можем сказать, если это так, если у нас элипсоид S лежит вне области G, то все потоки, значит, все фазовые потоки должны пересекать этот элипсоид. Ну, что собственно и требовалось доказать. То есть всегда существует область, в которую входит, входит, значит, фазовый поток. Что так называется фазовый поток? Ну, направление фазовых траекторий. Все фазовые траектории входят в область. Ну, вот. Значит, да, ну тут я со знаками немножко напутал, но тем не менее вот доказательства. Ну, пойдем дальше. Пойдем дальше. И теперь, ну, значит, начинаем самое главное в наших аналитических исследованиях. Это исследуем положение равновесия нашей системы. Найдем положение равновесия и исследуем их устойчивость. Будем, значит, ограничиваться линейным приближением. Ну, и прежде всего отметим, что в положении равновесия у нас x с точкой равно нулю, y с точкой равно нулю и z с точкой равно нулю. Положение равновесия равновесия. Ну, и следовательно, приравнивая нулю в системе Уоренца правые части, мы получаем следующую систему уравнений. Ну, давайте массивную, в принципе, можно сократить. Ну, ладно. Заскать. Значит, y – x равно нулю. Значит, rx – y – z равно нулю. И b – z – x – y равно нулю. Вот такая система уравнений. Вот. Ну, давайте ее решать. Прежде всего отметим, что эта система имеет ревиальное решение. Видно, что, значит, x0 равно нулю, y0 равно нулю, z0 равно нулю, является решением этой системы. То есть назовем это равновесие точкой О. То есть начало координат точкой О. Дальше. Ну, теперь найдем нетривиальное решение. Значит, из первого уравнения видно, что x равно и. Ну, для тривиального это тоже справедливо, но и в частности не для тривиального решения это справедливо. Ну, тогда подставляя, допустим, вместо y и x во второе уравнение вот сюда, мы это x вынесем. И у нас, значит, получится x умножить r минус 1 минус z равно нулю. Ну, x равно нулю решение, да, мы его уже исследовали. Значит, тогда нетривиальное решение этого уравнения вот такое. То есть, значит, z равно 1 минус z, то есть r минус z, то есть r минус z. Ну, и, наконец, теперь мы можем опять подставить x равное и x в третьем уравнении вот сюда, да, и получить, что, допустим, x в квадрате равно bz. Ну, и подставляя, значит, вместо x и y мы также получим, что y в квадрате равно bz. Ну, и таким образом, значит, вместо z мы можем подставить вот это вот r минус 1. И таким образом, извлекая корень, там появляется плюс-минус, да, мы получаем еще два решения. Значит, одно решение такое, значит, ну, допустим, x 1 это минус, понятно, да, что плюс-минус. Ну, например, x равно плюс-минус, там, в квадрате равно z. Значит, одно решение с минусом, другое с плюсом. z в ось симметрии получается. Ну, да, да. Значит, z в ось симметрии. Значит, так, x 1 берем с минусом, значит, и подставляем вместо z корень из r минус 1, значит, y 1, ну, равно x 1, да, значит, это минус v r минус 1, и, значит, z равно z 1 равно r минус 1. Ну, и точно так же x 2, только с плюсом. Так, плюс v r минус 1, значит, y 2 плюс корень v r минус 1, и z 2, r минус 1. Вот три положения равновесия. Три положения равновесия. Одно в начале координат, а два в других. Ну, соответственно, мы назовем, значит, O1 и O2. Ну, как правильно было замечено, сегментрично относительно сизы. Итак, в нашей системе имеется три положения равновесия. Мы исследуем устойчивость в линейном приближении. Так, просто тут мне доска понадобится. Сейчас придется тут получислять кое-что. Ну, ладно. Так. Ну, давайте. Раз в линейном приближении работаем, то мы должны ввести малое отклонение от положения равновесия. Обобщенно мы будем равновесие обозначать x0, y0 и z0. Это не означает, что вот это вот, только вот это, тривиальное, да, мы берем. Ну, просто вот, чтобы не писать там, в разные индексы, да, вот мы просто, равновесие это нулевое какое-то. Да, а потом вместо нуля можно подставлять единицу или нет. Итый индекс тоже не хотелось бы писать, поскольку его я буду использовать в других целях. Итак, вот пусть у нас имеется равновесие x0, y0, z0, то есть это, собственно, нулевое, либо x1, либо x2. И рассматриваем отклонение из этих равновесия. То есть считаем, что x0, x0, x1, y0, 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 y0. Что? x1, x1, x0, x0, y0, y0. А, ну, да, ну хорошо, то есть вот видите обозначения какие-то? Дельта, можно дельта один, дельта два, хорошо, такси один. Говорите, хорошо. Ну, да, значит, ну тогда, собственно, по-хорошо. Вот так. Ну и, значит, что, поскольку в равновесии у нас, значит, все там производные равны нулю, да, то и, значит, когда мы подставляем сюда нулевое значение x0, y0, z0, да, тут тоже правая часть, ну, собственно, равновесие, да. Значит, поэтому, собственно, что мы должны получить для фси? Мы должны получить вот такое уравнение. x и, т.е. плюс, там, сумма по й, d, там, f, и, t, d, x, y, значит, вот в точке x0, так, лучше там, x, y, так, ну, x, y, то есть вот этот египет, то есть, смотрите, здесь линейное слагаемое остается. Ну, можно, значит, теперь вот эти производные взять, посчитать, а можно по-другому поступить. Ну, вот просто взять и линеризировать блок вот эту систему, подставить вот сюда, оставляя только линейное счет. Ну и что получается, если мы так посмотрим? x1 с точкой, да, вот здесь остается, равно σ2-x1. Согласны, да? Поскольку мы с нулём идут, с логазмами всего равновесия. x2-x2 с точкой, равно rx1-x2-x2, минус... z0-x2, минус... z0-x2, минус... z0-x2, да, ...чё, непонятно? Согласны, ну, спрашивай. x3 с точкой, равно... А рx2-x2, это 0? ЗНО-x2, это 0? Нет, 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 я сказал в обощённом смысле, то есть это либо вот это, либо 0, либо вот, либо вот. Правильно? Потом мы подставим. Ну не знаю, хорошо, ладно, раз мы тут обозначение сменили, давайте тогда и вот здесь index i напишем. Значит, вот этот i будет пробегать значение 0,1,2, а другой index 1,2,3, который здесь. Тем не менее, давайте оставим что-то там. Не путать, оставим. Значит, дальше минус b, дальше здесь c3, где z, плюс x0, c2, плюс y0, y0, c1. У нас x, y входит равноправно здесь. Что? А, все, все. Ну вот. Все есть. Вот так. Вот линиаризованная система. Ну и давайте ее анализировать. Значит, что нам надо, если вспомним сейчас, что нам надо для того, чтобы на основании такой линеаризованной системы судить об устойчивости? Какие будут идеи? Ну, мы можем составить матрицу и коэффициенты при x1, x2, x3 и потом найти собственное значение данной матрицы. Ну, совершенно верно. Да. Нам нужны собственные значения. Ну, можно матрицу составлять, а можно как бы в диффурах поступать, да? Подстановку Элера. Ну, система линейная с постоянными коэффициентами. Стандартный прием. Значит, слитая, вот там, алитая на e в степени гамда в т. Гамда одно и то же, а а умножить в т. Вот это вот подстановка Элера на системе. Ну и, значит, делаем такую подстановку и переносим все в левую часть. Значит, ну, что здесь у нас? Кси и т с точкой, это лямда кси, да, будет? Лямда кси и т. Ну, или можно там, значит, на эту коненту сократить. Вот, останется лямда а, да. Вот. Кси с точкой. Ну и тогда получаем. Ну, давайте переносим. Значит, лямбда здесь будет. Лямбда а1. И еще а1, вот, от второго свагажного, да, там, значит, плюс сигма, так, а1. Значит, мы перенесли, будет минус сигма, да. Дальше, второе уравнение. Ну, переносим лево, значит, начинаем опять с а1, будет минус а1, да. Дальше, кси2 с точкой кси2, значит, плюс лямбда а1, так, и плюс, значит, x0 на 3. Вот так. Дальше. Вот так. Вот так. Дальше. Ну и последнее, значит, опять у нас минус y0, минус y0, а1. Дальше, минус x0, а2, минус x0, а2, а2, а2. И, значит, лямбда плюс b3. Это уже система алгебраических уравнений. Она имеет нетривиальное решение, когда ее определить, равен 0. И мы тем самым получаем ту самую задачу на собственные значения, как если мы выделили матрицу, вот эту вот, матрицу и кабианов, и потом нашли ее собственное значение. Мы стали искать собственные значения. Значит, вот получаем лямбда плюс сигма, минус сигма, минус сигма, определите за 0. Дальше, z, 0 минус r, лямбда плюс 1, x0, так, минус y0, минус x0, лямбда плюс b. Ну, раскрываем этот определитель. Удобно по первой строке, поскольку там новик есть. Значит, в результате получаем следующее уравнение. Лямбда плюс сигма на лямбда плюс 1, лямбда плюс b. Значит, плюс x0 в квадрате. Дальше, плюс, да, поскольку там у второго слога не получается. Плюс седьма, так, умножить на z минус r, z минус r, так, на лямбда плюс b. Значит, плюс x, y, x0, y. И равно. Ну, дальше можно раскрывать, что мы потом, собственно, и сделаем. Ну, вот для исследования нулевого решения тривиального, да, то есть берем теперь в качестве x0 точку Ом и подставляем вот вместо x0, y0 нули. Для тривиального решения можно не раскрывать. Ну, и тогда по точке Ом получаем лямбда плюс сигма. Ну, вот видно, что здесь будет лямбда плюс b, в общем, может быть, да. Поэтому давайте вот не так скобочку возьмем лямбда плюс 1, здесь ноль стоит, и вот здесь, да, то есть это нули, скобочки Ом, значит, плюс сигма z минус r, да. И умножаем это на грамбда плюс 2. Согласен, да? А у нас там z нулевое не все, да? Да-да-да, z нулевое не все. То есть мы ноль. Совершенно верно, да-да-да, вот я пропустил z нулевое, да, то есть тут тоже ноль. Ну, находим корень, значит, первый корень очевидный, это лямбда 1 равный минус b, это отрицательная вещь, b больше 1. Дальше. Ну, а второй корень, значит, мы квадратную скобку при разном нулевое получаем такое уравнение. Лямбда в квадрате плюс, что там, сигма, сигма плюс 1 на лямбда, плюс, что там, сигма, в общем, множить единица минус r, да? Ну, и решаем это квадратное уравнение. Лямбда квадратное, так, ну, давайте лямбда 1 право сразу же решаем. Значит, это минус, минус одна вторая, сигма минус 1, так, плюс, минус корень квадратный. Вот там одну вторую внесем, значит, одна четвертая будет, одна четвертая, одна четвертая, сигма плюс 1 в квадрате, да, плюс, так, плюс, давайте так напишем, сигма, здесь поменяем знак, r минус 1. Все согласны? Так, ну вот, значит, вот получили два других корня. Ну и теперь смотрим, значит, для того, чтобы у нас равновесие было устойчивым, надо что? Чтобы корни были отрицательными, ну, вещественные части, хотя бы, да? Вещественные части отрицательными. Тогда у нас устойчивый узел. Так, значит, вот, ну вот смотрите, тогда у нас лямбда 1 и лямбда 2 оба отрицательные. Ну, вот смотрите, вот просто надо вот обратить внимание на последнее слагаемое, потому что если мы его выкидываем, у нас бы был либо ноль там, да, либо отрицательный, да? Вот, значит, чтобы отрицательное было, надо что? Про R, что так сказать? Значит, вот этот член, ну, то есть, когда у нас положительный может возникнуть? Ну, вот, за счет вот знака плюс, да? Верхнего знака. Корень из дискриминанта больше, чем первое слагаемое. Значит, да. Второе слагаемое должно быть отрицательным. Тогда вот весь корень будет меньше, чем вот это вот, бескоренное слагаемое, да? То есть R меньше либо, ну, меньше единицы, да? R меньше единицы, да? То есть оба корня, значит, если R меньше единицы, то, значит, лямбда 1 и 2, оба отрицательные. И равновесие, вот и реальное решение, устойчиво, да? Равновесие устойчиво, точка O устойчиво. Ну, между прочим, мы вот с вами по пути доказали важную гидродинамическую теорему. Ведь вспоминая, что R – это у нас R в конце, да? То есть, собственно, это граница, R нам характеризует границу между неконвективным движением и конвективным. Так вот, мы доказали, что если R меньше единицы, то есть где конвекции нет, то там устойчивая, покой устойчивый. Почему это покой? Ну, потому что скорость равна нулю x, x равна нулю x, 0 равно нулю. То есть покойчивая жидкость там без конвекции, значит, устойчивая. А неустойчивости возникают с возникновением конвекции. То есть хотя, если R у нас больше единицы, то в этом случае у нас λ2, если с плюсом, значит λ1 больше 0. И в этом случае, значит, возникает конвекция и равновесие теряет устойчивость. Это суть теоремы Ролей. Вот. Так. Ну, на первый раз. Трудные универсальные, они применимы в любых геномических системах. Поскольку геномические системы, это у нас, ну, все там, начиная от ограничений и заканчивая, ну, все елами, то, в принципе, значит, такие вещи вы сделаете не так. Так, ну ладно, пойдем дальше. Так. Значит, дальше мы разобрались с тривиальным решением. Ну давайте, поскольку у нас времени нет, я просто сейчас скажу, что надо сделать и результат выпишу. То есть возвращаемся дальше мы вот к этому уравнению, вот к этому исходу. Где x0, y0, z0 не нули. И, значит, с его помощью пробуем что-то сказать про положение равновесия O1 и O2. Для этого мы его просто преобразовываем. Причем вместо вот этих x0, y0, x0 подставляем x1 и x2. Ну, поскольку там, значит, у нас, видите, x0, y0, да? А, значит, допустим, x1 равно y1, да? Ну и точно так же 2. 1, 2, да? Тут квадраты возникают, тут квадрат, поэтому знак вот этот, плюс-минус, нам не важен. И мы для x1 и x2 получаем абсолютно одинаковое кубическое уравнение. Ну, легко его самим получить. Значит, после некоторых преобразований получается такое кубическое уравнение. Ну, просто раскрываем скобки и подставляем, вот, что я сказал. Повышение равновесия. Значит, получается вот такая вот вещь. лямбда в кубе плюс сигма, стопочки сигма, плюс b плюс 1, лямбда в квадрате, плюс b, плюс b, плюс b, сигма плюс r, сигма плюс r, сигма плюс r, лямбда, плюс 2, 2 умножить на сигма, 2 умножить на сигма, b, сигма минус b, сигма минус b. Вот такое уравнение. То есть, как видим, в том положении равновесия ушли, вместо них появились вот эти параметры b, r и сигма. Ну, кубическое уравнение, в принципе, его можно порешать там, но нас, собственно, не само, не сами решения интересуют, а, значит, точка потери устойчивости, да, точка потери устойчивости. Ну, решением этого уравнения являются комплексно сопряженные пары, да, значит, то есть, в общем случае, решение этого уравнения комплексно. Мы вспоминаем, что, значит, потеря устойчивости, то есть, если у нас корни комплексны, то потеря устойчивости когда происходит? Вот если реальная часть лямбда у нас меньше нуля, тут устойчиво, да, а если реальная часть лямбда больше нуля, то это уже неустойчиво. Значит, потеря устойчивости происходит, когда реальная часть лямбда равна нулю. Реальная часть лямбда равна нулю. Ну давайте, пусть, то есть, вот в точке потери устойчивости, потери устойчивости, а это точка бифуркации, да, значит, реальная часть лямбда обращается в ноль. Ну и тогда, значит, лямбда будет равно, ну там, и омега, ну там, плюс-минус, и омега мы берем, допустим, лямбда равно в е омега. И подставляем вот это е омега, исходное кубическое уравнение. Что здесь получается? И в кубе это минус И, омега в кубе, так, так, дальше, плюс-минус, да, сигма, сигма плюс b плюс 1, омега в квадрате, да, значит, плюс-плюс b сигма, так, значит, и давайте вот сюда поставим омега, ну и плюс-два, там сигма, b, r нинус. То есть уже получили какое-то комплексное уравнение, да, видите, и у нас фигурирует что-то там комплексное равно нулю, какое-то комплексное число равно нулю. Ну понятно, что это равенство нулю реализуется, если у нас реальная часть равна нулю и мнимая часть. Вот берем, прирабываем нулю реальную часть и прирабываем нулю мнимую часть. Реальная часть равна нулю, получаем вот такое сравнение. Минус сигма плюс b плюс 1, омега в квадрате, плюс два, плюс два сигма b, r нинус 1, значит, равна нулю. Ну и мнимая часть равна. Значит, минус, так, ну здесь омега можно за скобки вывести, значит, омега, скобочки, минус омега в квадрате, омега в квадрате, так, плюс, да, плюс, 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 плюс b, вот. Давайте теперь рассмотрим первое уравнение. для реального человека. Значит, из него мы находим, что омега в квадрате равно 2 сигма b, r нинус 1, поделить на сигма плюс b плюс 1. Вот так. Ну, в общем случае, да, когда r не равно 1, это отличное пример. То есть омега не равно 0. Второе уравнение имеет корень омега равно 0, но мы его не рассматриваем, поскольку, значит, это соответствует равна 1. Не рассматриваем. Вот, значит, и скобочка равна. Вот в эту скобочку подставляем вместо, значит, омега в квадрате вот это заражение, ну и получаем такой уравнение. b сигма плюс r, значит, минус 2 сигма b r минус 1, сигма, сигма, плюс b плюс 1. Приводим к общему знаменателю. Так, ну, ладно, давайте перейдем сюда. b сигма плюс r. Ну и сокращаем мы этот общий знаменатель, значит, сигма будет b плюс 1 минус 2 сигма b r минус 1. Ну и наша задача была, поскольку мы анализируем, значит, потери устойчивости в зависимости от параметра r, решить это уравнение относительно r. Решаем это уравнение относительно r. Ну, ладно, давайте уже легко все, я сразу решим. Решение это r, c будет, значит, равное, вот так, сигма 3 плюс b плюс сигма, так, b плюс b плюс сигма, сигма минус b плюс b минус 1. Это некоторое критическое значение параметра r, при котором выступает бифуркация, вот, то есть и, значит, в этом, при этом r, c, да, как только r достигает r, c, значит, точки u1 и u2 теряют устойчивость. После этого они устойчивы, после этого не устойчивы. то есть если r в большей арксе, то система вот эти точки, ну, все точки минус сочек, все положения равновесия будут минус сочек. Ну и, собственно, вот все, что можно аналитически сказать про нашу систему. То есть можно найти там точки бифуркации, значит, области устойчивости и так далее. А дальше идет вот численный анализ, да, на компьютере. Ну и давайте вот в общих чертах, в подробностях я не буду рассказывать, вот в общих чертах посмотрим результаты этого компьютерного анализа. Ну, во-первых, значит, если r меньше единицы, то у нас имеется единственный аттрактор, да, устойчивое положение равновесия, да, точка O. это мы знаем. Ну, значит, при численном анализе мы фиксируем b и σ, да, и меняем r. Дальше. Если r больше единицы, это вот пока результат еще того анализа аналитического, анализа того, что мы сейчас проделываем, да, вот если r больше единицы, то точка O становится неустойчивой. Вспоминайте, если, ну вот я тут затер, вспоминайте, что мы говорили, r больше единицы, то появляется λ1 больше нуля, неустойчивой. Точка O перестает быть устойчивой, но пока r не достигла rc, у нас будут устойчивые O1 и O2. И вот здесь возникают вот эти самые, допустим, ячейки бинара, да, вот на этом этапе. Значит, это объективные структуры. А что происходит, когда r превышает rc? Вот при r больше rc возникает так называемый динамический хаос. Динамический хаос. То есть точки O теряют устойчивость, O1 и O2 теряют устойчивость. А, значит, движение представляет собой непредсказуемое, непредсказуемое, ну, вращение, если хотите, вблизи вот этих неустойчивых положений равновесия O1 и O2. Ну, поскольку на доске там трёхмерную картинку трудно воспроизвести, давайте мы рассмотрим проекцию этой трёхмерной картинки на плоскости xy и xz. Давайте нарисуем, что означают вот эти нерегулярные движения вблизи неустойчивых равновесий. Это проекция нашей трёхмерной картинки, нашего трёхмерного фахового портрета на плоскость xy. Ну, допустим, там, значит, O2 у нас с плюсом, значит, побольше... Нет, O2 с плюсом. Так, O2 с минусом или с плюсом. Вот. Они неустойчивы при облашении окса, и движение происходит вот так. Несколько витков вот вблизи O1, потом раз перескакивает на O2. Несколько витков вблизи O2, потом снова... вот так, на O1 и так далее. Значит, причём, в чём состоит хаос? Число витков непредсказуемо, случайно. Мы не можем сказать, сколько витков, вот на данном этапе движения, вращения вокруг какого-либо неустойчивого равновесия, сделает фазовая траектория. Да? Число витков непредсказуемо. В этом и состоит хаос. Число витков перед сменой вот этого положения? Да, да. Вот сколько вот оно здесь проверки, может один виток сделать, может 100 потом перескакивает. Мы не знаем. То есть вот хаотическое движение состоит именно в этом. Дальше. Ну, ещё более интересная такая картика получается, когда мы рассматриваем проекцию на плоскость Хз. по-прежнему, по 1, по 2, как-то вот так условно изобразим. Значит, здесь вот у нас такие уши возникают. Значит, сначала движение идёт вдоль одного уха, непредсказуемое число витков, потом раз, перескакивает и рисует второе ухо, непредсказуемое число витков. И потом снова перескакивает в область близи О1, да, вот, и так далее. Опять число витков непредсказуемое. Ну, понятно, что, вообще говоря, в трёхмерном пространстве фазовые траектории не пересекаются. А поскольку здесь проекции, то идёт пересечение фазовых траекторий. В проекциях, как бы они не пересекающиеся, но как проекция, они выглядят как пересекающиеся фазовые. То есть в трёхмерном пространстве, конечно же, никакого пересечения фазовых траекторий нет. И вот это множество фазовых траекторий называется аттрактором Воринца. Почему это аттрактор? Потому что если мы возьмем какие-то начальные условия вне, скажем, этого множества, то рано или поздно все равно система окажется внутри этого множества. Вот. Аттрактор. То есть аттрактор у Воринца, ну или по-другому, раз здесь хаос есть, он называется хаотическим аттрактором. Хаотическим аттрактором. Ну и вообще говоря, конечно, хаотический аттрактор, он не только в системе Воринца существует, он и в других системах существует. Сейчас открыто много очень систем, где такого типа движения возникают. Но поскольку Воринц был первым, то вот, значит, часть его имени и названа. Вот. Хаотический аттрактор. Ну, структура этого множества, структура хаотического аттрактора, математики проанализировали структуру этого множества и пришли к выводу, что вот это множество, хаотический аттрактор, состоит из бесконечного количества неустойчивых замкнутых траекторий. То есть там есть, например, вот такая, замкнутая, но она неустойчивая. Есть, например, вот такая, какая-нибудь, которая тоже неустойчивая. Есть вот такая траектория, и так далее, и так далее. То есть это множество состоит из бесконечного количества неустойчивых замкнутых траекторий. То есть возникновение аттрактора Воринца связано с потерей устойчивости замкнутых траекторий, замкнутых орбит. Ну и в связи с этим давайте про устойчивость немножко поговорим. И в частности вспомним про устойчивость попуассона. Вот у нас была такая устойчивость попуассона. В чем у нас состоит? Так, ну мне определение не надо, смысл. Вот смысл скажете, определение потом вспомните. А если смысл не понимаете, то там, ну, сдубрите определение, и изи, что он забудет. Так, ну фазовая точка системы возвращается в бесконечную число раз. То есть в любую бесконечную малую окрестность, ну там, траекторию, да, фазовая траектория. Ну совершенно верно. Ну поскольку мы говорим о таких вот, ну там, замкнутых или там, квазизамкнутых, да, траекториях, то это по картинке будет выглядеть, вот. То есть берем там любой кусок траектории, значит, вот. Вот такая-то такая. Значит, берем кусок траектории, ну, или меня и точку, да, какую-то любую точку, и выделяем ε на окрестность. И вот система будет устойчива по классу, если в процессе движения у нас бесконечное количество раз там система будет проходить через z до ε на окрестность. Вот это устойчива. Тогда система устойчива по классу. Ну и давайте с точки зрения, да, и вот такие вещи, мы с вами тоже про них говорили, когда система возвращается в одну и ту же бесконечно малую область, называются как? Это мы в самом начале говорили. Имельтоновые системы. Да, 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 но они, вот сам факт возвращения, это возврат планкары, да. Возврат планкары. То есть, если система по классу устойчива, то вот в такой системе имеются возвраты планкары. В частности, совершенно верно, беремельтоновые системы с таким свойством обладают. Ну и, значит, вот с точки зрения... Вот теперь мы имеем три типа движения, что ли. Значит, есть периодическое движение, есть квазипериодическое, и есть хаотическое движение. Вот давайте посмотрим на эти три типа движения с точки зрения возврата в планкаре. Возврата в планкаре. Ну, начнем с самого простого, периодического движения. Периодического движения. Значит, это у нас вот такая штука. Ну, то есть фазовая траектория, ну, там замкнутая какая-то, ладно, я не буду ее рисовать. Замкнутая фазовая траектория. Значит, если мы изобразим эту траекторию, ну, там, вот, x, допустим, t, ну, тут, в принципе, я под x-ом там понимаю ну, любую динамическую перемену, либо набор динамических перемен. То, например, получим что-нибудь вот такое, ну, совсем как будто там синусоидный неохот рисовать, ну, вот что-нибудь такое вот. Периодически повторяющийся такой узор. Ну, и тогда, ну, вот что-нибудь такое. Вот периодическое движение. Так вот. Значит, время возврата равно периоду. То есть период, это, допустим, между двумя максимумами. То есть, для периодического движения все периоды одинаковые. И время возврата не зависит от ε, не зависит от размера области ε, и равно периоду. Это самый простой тип движения, периодически. Теперь, если движение квазипериодическое, да, ну, или, значит, вот, опять вспоминайте гамильтоновую систему, когда такие квазипериодические движения возникали. Ну, там вот, когда возникали несоизмеримые частоты, да. Допустим, есть две частоты, омега-1 и омега-2 и о их отношениях какое-то иррациональное число. Иррациональное число, да. Вот. И тогда, значит, ну, фазовое пространство можно, там, представить в виде Тора, а фазовые траектории просто равномерным образом наматываются на поверхность Тора, да. Вот. Это квазипериодическое движение. Значит, для квазипериодического движения, ну, понятно, что, значит, система возвращается в область Эпсила, да. То есть фазовая траектория возвращается в область Эпсила. Но смотрите, период уже, время возвращения будет зависеть от Эпсила. Значит, если Эпсила большая, то туда фазовая траектория вернется быстрее. А если Эпсила маленькая, то она, значит, пока в эту маленькую Эпсила попадет, будет долго там ходить где-то, да. Значит, то есть время возврата, то есть есть регулярность в квазипериодическом движении, в том смысле, что происходит возврат в область Эпсила. И, значит, время возврата зависит от Эпсила. То есть если вот рисовать какой-то аналогичный рисунок, то вот время возврата здесь будет зависеть от Эпсила. Тут, конечно, не совсем периодическое, но вот в качестве такой схемки подойдет. Ну, можно даже качественно нарисовать так, что вот с одной стороны время возврата, с другой стороны Эпсила, и чем меньше Эпсила, тем больше время возврата. Ну, вот то, что экономисты любят не количественные, а качественные картинки рисовать, это не означает, что это гиперба. Ну, вернее, это какая-то там гиперба, но она может не прямо так, а гиперба. То есть если Эпсила равно нулю, то время возврата бесконечное, поскольку движение квази-периодическое и система никогда не вернется в ту же самую точку. Но в область вокруг этой точки вернется. Ну вот, теперь, а что теперь происходит при хаотическом движении? Здесь картинка меняется. Возвраты мотезии становятся нерегулярны, непредсказуемы, не случайны. Времена возврата образуют случайные множества. Ну и если рисовать тоже какую-то такую типичную картинку для этого случая, для хаотического движения, то картинка будет вот такая. значит, вот давайте так, вот тут сколько-то она поколевалась, максимум образовала, дальше вот тут вот. Вот опять максимум, дальше максимум, если между максимумом смотреть, то получаем там Т1 какое-то, Т2, Т3 и так далее. Случайный набор времен аккурата. То есть, ну вот один из первейших признаков хаоса состоит в том, что времена возврата, значит, случайны. Ну ладно, давайте так, у нас ведь с вами, между прочим, зачет уже, уже последний месяц начнется скоро, поэтому давайте-ка я вот сейчас в оставшиеся 10 минут небольшую самостоятельную работу. Ну, что же так? Задачка такая. Значит, вы доставаете листочки и можете пользоваться чем угодно. Значит, там график потенциальной энергии. У от Х. Давайте вот такое. Вот это точка перегиба. А точка перегиба. Требуется построить фазовый портрет такой системы. Значит, салатбок. Есть. Есть. Объявления. Объявления.